Томас, во-первых, про тактику, то, что три центральных защитника, это чтобы Мэн и Йонзумс поднимались выше и на нападающих играли? Ну да, но три центральных защитники, потому что изучали соперника, и в принципе для нас это не новость. По большому счету, если в целом взять, ничего не создал соперник, вот это больше всего обидно, что два пенальти и проиграли 2-1, а так перекрыто было практически все, и мы проиграли сегодня не потому, что соперник был сильный на самом деле, а потому что у нас не хватило чуть-чуть опыта, потому что так нельзя в штрафной махать руками, получить пенальти, особенно второй, первый тоже очень обидный. Но мы выравнили игру, забили гол, потом стопроцентный момент имели во втором тайме, то есть не могу сказать, что качество игры недоволен, но, конечно, шот не устраивает. Противник так много не создал, но и у Валмера не так много моментов, как мы привыкли видеть в Верслеге, что, скажем так, не получилось в действиях смешивания? Да, да, не получилось, потому что опасались, это есть опыт, это есть опыт, когда противник давал, в принципе, возможность сыграть, а мы в элементарных моментах ошибались. Это есть опыт, ребята, когда не ходишь на другом уровне, и там больше спокойствия нужно, потому что я же знаю, что они могут делать в эпизодах, которые сегодня ошибались. Поэтому обидно, обидно еще раз говорю, что проиграли не по делу, по большому счету. Поэтому мы будем дома стараться, чтобы больше агрессивно сыграть, особенно вот таких действий. Ну, вы думаете, что опыта не хватило из-за этого турнира, потому что в нашем чемпионате, ну, тоже, Рига, РФС, наверное, не слабее этой команды. Потому что все знают, что Литва, это наши соседи, ничего там такого нет. Нет, это кто знает, это знаем мы с вами знаем, но еще раз повторяю, что это команда, когда молодая, сразу чуть-чуть давления, которое сегодня было, какой-то атмосфера другой, на выезде и так далее, и так далее, и потому что ошибки, которые мы сегодня совершали, наши игроки, они в чемпионате Латвии такие ошибки не совершают. Вот это и есть опыт как раз. Компактности хватало, иногда казалось, что там, не знаю, мы наверху, но кто-то еще не подключился, или они нападают, еще не успели наши... Да, 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 это в таком жаре невозможно, чтобы успевали везде, это тоже соперник не успевал, там были определенные зоны, мы в эту зону заходили, концовка не была где-то, это все вместе, вместе сложить, это все вместе сложить... Иван, как твялась! Вместе сложить, там ошибка, там ошибка, и как раз последние, последние эпизоды, когда мы могли даже выходить в 2-1, потеряли мяч, этот эпизод и получили пенальти. То есть, это обидно очень, когда на 96-й минуте получаешь пенальти. После игры Александра, в котором по руке попал мяч, он плакал, как команда психологически сможет там не переживать, забыть и верить в победу? Уже задача нашего тренерского штаба, конечно, плакал парень 2002 года и сыграл отлично просто, я считаю, и в последнем секунде получает пенальти, попадает случайно. Конечно, он может плакать, через это он должен пройти, и я думаю, что в следующих эпизодах у него это точно не будет, потому что отсюда появляется опыт. Что такое вопрос, все знают, стиль ваш, что это такой жесткий прессинг, можно сказать, что летом в жаре это вообще невыгодно, в этот стиле, может быть, как-то нужно искать что-то новое? Нет, ничего нового не надо искать, мы прессинговали сопернику, как только мы поднимались к ним, они ничего не могли делать. Как только мы сели последние две минуты ниже и не прессинговали, потому что устала команда, поэтому они имели преимущество, что эти навеси и так далее. Как только мы к ним в контакте играли, они ничего не могли делать, они даже, если честно, даже вы мне не напомните, какой у них был момент, который они создали. Заключительный вопрос про зрителей, сегодня тут было слышно, поддержка Валмера, и как важно будет то, что в Риге игра, а не Валмера, но дома? Конечно, важно будет, я думаю, что там все по-другому будет, на самом деле этот переезд и так далее, и так далее, конечно, мы хорошо подготовились, два дня были здесь, и, в принципе, видно было, что команда физически неплохая, но, опять же, это вопрос чуть-чуть возраста, потому что ошибки были такие, которые не должны быть в нашей команде. И это я все-таки списываю, что действительно чуть-чуть опыта не хватает.